Ровно 25 лет назад, 6 октября, был освобожден Гагрский район, и флаг нашей республики абхазские ополченцы водрузили над ПСОУ. По сей день Гагрскую операцию принято считать вестником грядущей победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ее особенность состоит и в том, что это была первая операция с применением всей имеющейся силы, от бронетехники до десантов в тылу. А ополчение, сформированное при освобождении Гагры, явилось основой будущей армии. Ведь спустя 5 дней было создано Министерство обороны Республики Абхазия. Тысячи людей пришли к мемориалу погибшим за независимость Абхазии, к памятнику Владислава Ардзенба, чтобы почтить память героев и возложить цветы и венки. Цветы возложили президент Рауль Хадженба, премьер-министр Беслан Барцис, спикер парламента Валерий Кварча, ветераны, в том числе участники Гагрской операции, матери погибших, представители районов республики, горожане. Люди поздравляли друг друга с праздником и вспоминали события 25-летней давности. 25 лет назад, когда было наступление для освобождения города Гагры, я был в минометном расчете. Тут была минометная батарея 120-миллиметровая, командир был гумб Александр Георгиевич. Вот в этом составе я участвовал в освобождении города Гагры. Это была первая победа, в которой последовали другие победы. Но для воина, для воюющего человека это первая победа. И была надежда победить и на следующих этапах тоже. Герой Абхазии Мухаммед Бли приехал защищать нашу страну с первых дней начала войны. Принимал участие в операции по освобождению Гагры. Но рассказывать об этом он не любит. Говорит, свежи еще воспоминания. Ветеран воевал во 2-м Петсунском батальоне. Мухаммед признается, все четыре дня, пока шли бои, каждый из них делал все, что мог для победы. 18 августа мы уже были в Гудауте. В Гагринской операции с Геной Кардановым нашим командиром принимали участие в освобождении Гагры, Гагринского района. 2 октября освободили Гагру, 6 числа вышли на границу. Что могу вспомнить, это когда мы на Псо в границу вышли, брат Каркарашвили уходил в горы. За ним послали вертолет. Мы хотели его в плен взять, но не успели. И когда обратно возвращались, чуть своей не расстреляли. Вот это самое запоминающееся было. Невозможно переоценить ту помощь, которую оказали в этой операции добровольцы. Чтобы защитить нашу землю от врага, сюда приезжали даже по нескольку человек из одной семьи. Резуан Магомедов – доброволец из Чечни. Когда началась война, он ни минут не раздумывая собрался в дорогу. Первоначально собравшись, небольшая группа, где-то было около 50, если я прибыла в Абхазию. Ну и, естественно, когда мы шли сюда, каждый из нас осознавал, на что он идет. Вполне осознавал, что он может не вернуться. Любой бой – это может быть последний его бой. Но, тем не менее, просто у нас была решимость. И все на это. Потому что знали, что надо помочь народу. Беда была у людей в том, что не было оружия. У нас было то оружие, которое мы принесли с собой. Начало операции, нельзя сказать, что это было трудно. Фактически, фактически, грузинская сторона не ожидала просто такого напора и такой атаки. Можно сказать, что они были просто застегнуты врасплох. После возложения цветов руководители государства и общественность направилась к городскому стадиону, где прошло праздничное мероприятие. Здесь перед присутствующими выступит президент Рауль Хаджимба. Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны. Как вам известно, у нас немало знаменательных дат, связанных с главными периодами и этапами Отечественной войны народа Абхазии. Но среди них важное и достойное место занимает День освобождения Гагры и Гагрского района. Потому что успешно проведенная в 1992 году Гагрская наступательная операция проложила путь к окончательному изгнанию грузинских агрессоров с территории Республики Абхазия. Эта победа воодушевила наш народ, нашу армию на дальнейшие решительные шаги, помогла мобилизоваться внутренне, обрести боевой опыт профессионального ведения контактных боев. Она имела не только военное, но и морально-политическое значение, потому что было разорвано кольцо блокады. И это давало возможность решать важные, жизненно необходимые вопросы. Глубоко и всесторонне продуманный план освобождения стратегически важного для всей Республики Гагрского района был утвержден председателем Государственного комитета обороны, главнокомандующим Вооруженных сил Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардженба, в соответствии с которым наши прославленные полководцы, Султан Асланбекович Сосналиев, Сергей Платонович Двар, известный воин и командир Мухаммед Садбеевич Килба, ими были поставлены конкретные задачи перед всеми командирами и подразделениями. Четко определена тактика их взаимодействия. В Гагрской операции, начатой 1 октября и завершенной 6 октября, ярко проявились высокий боевой дух, сплоченность наших бойцов, согласованность и отлаженность действий наших полевых командиров. Огромную роль сыграли в освобождении Гагры, добровольцы Северного Кавказа и Юга России, представители нашей зарубежной Абхазской диаспоры. В этой тщательно подготовленной наступательной операции нашим боевым подразделениям противостояли свыше 4 тысяч бойцов грузинской армии, которых поддерживали 40 единиц бронетехники, артиллерии, авиация. Однако многократно превосходящие силы противника не устояли перед мощным натиском и самоотверженностью славных защитников нашего Отечества. Враг бежал в панике, бросив технику и вооружение. Сегодня мы отмечаем 25-летие освобождения Гагры, как всенародный праздник, за это время заметно преобразился. Залечиваются раны, нанесенные войной. Город уверенно входит в мирное созидательное русло. В эти праздничные дни мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины. Вечная память героям, положившим свои жизни на алтарь священной победы. Огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания, горечь тяжелых утрат, тягот и лишений. Дорогие гагрцы, сердечно поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, благополучия, мирного и ясного неба. В этот вечер стадион не мог вместить всех. Желающих принять участие в праздничном мероприятии было большое количество. Все с большим интересом ждали начала грандиозного концерта. Для зрителей была подготовлена интересная программа с танцами и песнями не только абхазских ансамблей, но и гостей из Северного Кавказа. Торжества в Гагре, посвященные 25-летию освобождения города, завершились праздничным салютом. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.